Свой проект «Гулки не растут на деревьях. Пробы профессии для детей 7-12 лет». Что-то похожее на кидзань и мастер славы, только не столь поддержано финансово, поэтому я этот проект свернула. А сейчас мы занимаемся разработкой образовательных программ для фондов, компаний, больших комплексных для детей, педагоги, родителей, просветительские истории и так далее. То есть в образовании я много лет, и так получилось, что у меня все это совпало с моим родительским опытом. Дочери 15 лет в этом году. Я ее благополучно отправила учиться в университет. Я, когда начинала свой родительский трек, это была такая… Идом! Мне сейчас очень интересно смотреть на то, что здесь происходит, потому что это такая поддерживающая, ценностная среда. Тут классные написаны цитаты про то, как относиться к себе и к ребенку. Когда я увидела на спине участников видеоценности, я вообще чуть не расплакалась и подумала, что когда моей дочери было 5-7 лет, я такие среды постоянно искала. Я искала людей, с которыми я была бы единомышленником, я и тогда еще не знала, как сформулировать это все, про ценность, про убеждение. И здорово, что таких сред проявляется все больше. Еще и по атмосфере мне это событие напоминает фестиваль альтернативного образования семейного летного прохода «Я живу, я учусь». Там примерно точно то же самое. И так получается, что я прошла какой-то путь, плюс я образованием занимаюсь, разработкой. И мне захотелось в какой-то момент сформулировать ключевые принципы, что же такое обучение, вообще современное обучение, как оно сейчас классно, правильно понимается, с учетом всех тех ценностей, которые мы разделяем. Про то, что ребенок – ценность, субъектность, ценность, и мы с вами тоже ценность, как родители, которые создают это все для ребенка, и как родители, которые создают это для самих себя. И в целом, как мы создаем эту культуру. И, собственно, об этом мне хотелось бы поговорить. Возможно, что-то для вас покажется уже давно известным и, может быть, банальным. Хочется послушать ваше мнение об этом. И если у коллег, которые смотрят это онлайн, тоже будут вопросы, мы прям с удовольствием остановимся и ответим. У меня будет как бы три, наверное, части разговора. Первая часть, она такая больше про контекст, в котором мы существуем, что происходит и почему вообще так происходит, что нам нужно учиться всю жизнь. Вторая, она больше про что, о чем учиться и что это значит вообще life-long learning, в чем управлять, собственно. Третья история, она, если мы подойдем и будет интерес, про ресурс, про то, как поддержать себя, где взять силу на то, чтобы все это происходило. Вот такие вот три части. А почему вообще, откуда берется life-long learning, в чем фундамент этой истории? На мой взгляд, ну, я читала, конечно же, и наверняка читали много разных исследований про, начиная от талиба, антихрупкость, всю эту историю, да, и заканчиваю от недавно вышел очень интересный топат про современные образовательные экосистемы, как они должны строиться, на каких принципах и так далее. И первое, первый такой, то, почему, собственно, происходит сдвиг в сторону обучения в течение всей жизни, это увеличивающаяся скорость изменений. Многие про это по-разному говорят. А Узан вообще говорит, что это цивилизационный сдвиг, кто-то говорит, что это цифровая революция, такая революция. Но совершенно очевидно, что скорость изменений очень высокая. И я, например, как человек, который родился вне 40, да, я родилась еще в доцифровую эпоху. И я, как раз, могу говорить, продукт советского общества. Думаю, что, может быть, кто-то из вас тоже. А наши дети, не знаю, моя дочь уже брызла мобильный телефон до года. То есть она уже в совершенно другом контексте расстала. И вот, в этом смысле все постоянно меняется, и как бы это оказывает на нас определенное влияние. Второй тренд, на котором хочется остановиться, это история про то, что науки, касающиеся нейрофизиологии, биохимии, искусственного интеллекта, вот вся эта когнитивная история, они сейчас очень активно развиваются и не успевают доходить до школ, не успевают доходить до университетов. То есть они существуют где-то там в лабораториях, где-то в отдельных просветительских лекциях они доходят для нас обрывками этих знаний. Но они редко интегрируются в то обучение, которое, ну, что называется, традиционное в школе. И поэтому вот этот тренд, на него мы тоже опираемся, и это то, что нам нужно учить. И третья история про устойчивое развитие общества. Если вы знаете про цели устойчивого развития, да, конечно же, они появились не так давно, но недавно я учитала статистику, гораздо, в общем, с каждым годом все больше компаний присоединяются к этому тренду, и они уже проникают, по крайней мере, в мегаполисах, появляются уже в обычном поведении, обычных людей. То есть мы начинаем разделить, собирать мюнсор, мы становимся там экологически, гемористически более грамотно. Вот. И что же, как же со всем же этим справляться человеку? Мне вот очень нравится, да, и какие-то модели личности, да, то есть а как, что, как выглядит человек, который в современном мире, да, с этими изменениями может справляться. И уж тем более, как нам, как родителям, кого нам нужно готовить для того, чтобы наши дети справлялись с теми, со всем происходящими в мире. Вот мне очень нравится модель Осмолова, о чем он говорит. Вы знаете, наверное, про хард и софт скиллы, не надо это объяснять. Он говорит следующее, что вот есть, по его мнению, три уровня. Когда мы, у нас есть хард скиллы, да, всякими такими жесткими навыками, для нас это для личности, это реактивная адаптация. То есть что-то случилось, и мы отреагировали. Софт скиллы, они про кредитивную адаптацию, то есть про способность предвосхитить изменения. То есть сделать прогноз, это про мышление, это про гранатизм функции, про национальный интеллект и так далее. А вот человек, который способен быть устойчивым к изменениям, это человек, который способен создать себе такие условия, в которых ему комфортно. То есть это человек, который способен на это влиять. А для этого он, этот человек, эта личность, она осознает свои смысловые и ценностные установки. Меня вот лично не учили осознавать свои ценностные установки, и я не уверена, что в школах и в вузах как-то к этому обращаются. Хотя, безусловно, сейчас уже появляются программы, интегрированные в отдельных школах, но как-то в массе своей. Мало кто нас этому учит, и наши детей тоже. Даже на воспитании, наоборот, с пословой установки, а уже потом все эти скиллы. А сейчас как-то наоборот. Ну вот, Осмолов говорит о том, что вот эти три уровня, это история про готовность к изменениям. И получается, что немножечко на наши с вами плечи уложится необходимость актуализировать, а мне опять не переключалось. Актуализировать эти уровни. А сколько лет вашим детям? Моим? Я просто долго перечислять, потому что у меня опять дочь. Ну старше сколько? Ну старше 20 уже, на институте учится 15, 12, 6 и 3. Здравствуйте. А у меня старший 16, средний 11, а младший 9. У меня дочки 4, сына 11. Ну то есть для вас, для всех, в той или иной степени актуален подростковый контекст. И мне любопытно тогда сейчас будет обсудить с вами вот эту историю. Я когда думаю о том, как родитель, особенно родитель подростка или вот этого предпочтательного периода реагирует на весь этот объем информации, как учить, чему учить, к чему готовить. Очень часто встречаю таких тревожных людей, которые очень сильно переживают, потому что они сами, во-первых, не очень понимают, к чему готовить. Во-вторых, очень много претензий к детям, какими они должны быть и какими они не являются. И в какой-то момент я подумала, что это можно описать через ролик. И вот это вот такая интересная история, когда родитель до предпубертата ведет себя как некий такой эксперт жизни. То есть он знает, как жить, и он ребенку выставляет те границы безопасности, объясняет ему что-то, что он передает ему некий экспертный край. А в пубертате начинается сопротивление этой истории, и вот эта роль экспертная, она должна отойти на второй план для того, чтобы сохранились доверительные отношения с ребенком. И какие тогда появляются роли? Я вот выглядела, что есть роль такого кооприатора, то есть человека, который вместе с ребенком, вместе с детьми занимается созданием вот этого общего контекста через обучение. Это как бы первая история. Вторая история – это история трекера. А трекер – это человек, который поддерживает некое течение процесса. То есть это в акселераторах, например, когда есть проектная команда, она придумывает что-то, да, и идет там некое развитие, чтобы команда шла в темпе в нужном, чтобы она приходила к нужным результатам. Вот есть такой человек, как трекер. И родители, особенно в подростковом возрасте, это классно осознавать и понимать эту роль, что мы уже не выходим на первый план, не говорим, что делать, не показываем все эти нужные правила, а больше уходим в такую поддерживающую роль, которая так или иначе, может быть, еще направляет. Но самая интересная роль родителя, особенно родителя и подростка, это студенческая роль, это роль человека, который вместе с ребенком чему-то учится. Учится чему-то вместе с подростком и у подростка, и у ребенка. Вот в моем случае, например, я категорически, мне очень сложно с цифровыми навыками, но я, например, всегда цифровые все истории отдаю дочери, потому что она в этом выросла, она в этом эксперт, и я отдаю в этом экспертную роль. И когда мы как-то относимся к этим ролям и понимаем, в какой роли мы находимся, вот тогда у нас вероятен контекст обучения, совместного обучения. Чему мы учимся? Вот если говорить, опять-таки, об обучении в течение всей жизни, мы с вами как будто бы закладываем какой-то фундамент, фундамент, с которым ребенок дальше по жизни пойдет. Ну и вот эта история про то, что говорил Кен Робинсон о том, что сейчас идет слом образовательных систем, и если раньше в индустриальном обществе мы готовили человека, который за всю жизнь практически не менял свою профессию, то сейчас, когда профессия меняется раз, уже говорят, в 4 года, причем меняется кардинально, или маркетолог одной компании совершенно отличается от маркетолог другой компании, то есть профессия становится все более и более персонализирована, а согласно социологическим исследованиям получается, что частенько профессией становится некий интерес человека. Я умею что-то, и я получаю за это деньги. Это удивительный подход, который нашим с вами родителям, например, вообще не очень понятен. Моя мама до сих пор не понимает, что я занимаюсь, что такое это самое продавательное разработка. А наши дети, скорее всего, там будут еще какие-то трансформации. И возникает вопрос, вот это все наследие, которое годами и веками накоплено, вот это все, чему учить детей в школе, вот эти все предметы, они все зачем, чтобы что. У ОСР есть такой экзамен, такой рейтинг, который называется PISA. Это в 15 лет у детей, знаете, меряют читать несколько видов грамотности. Что это такое, читательское, математическое, цифровое и информационное? Оказывается, читать – это не просто навык чтения. То есть чтение, оно же нужно зачем-то. Зачем-то, чтобы что? Чтобы понимать прочитанное, чтобы делать выводы. И вот как раз этот экзамен PISA, он меряет способность каких-то летних ребят извлекать знания из прочитанного, видеть причем следственного связи, смыслового. Вот нас, например, в МИАЗе, я училась в Институте иностранных полуководцев, нас это научили на первом курсе. То есть нас это в школе не учили. Я не знаю, как у вас, у ваших детей, например, обстоят с этим дела. И мне кажется, что это такое тоже общее поле, которое и взрослому, и ребенку можно совместно осваивать. Математическая грамотность – это история про применение тех принципов, которые заложены, например, в цифровые сервисы, навигатор. Есть такая парадоксальная история, что ребенку проще разделить пиццу на кусочки, чем посчитать проценты. И оказывается, существует некий барьер перед математикой, то есть прям страх математики. И есть отдельные курсы, которые специально учат кому, как снимать вот этот математический страх. Мы со Сбербанком делали просветительские дайджесты. И я потом, наверное, как-то передам в этой презентации ссылочки. И там как раз есть такие упражнения, которые помогают, во-первых, выбирать миф о том, что математика, оказывается, есть гендерный миф, что математику не делал мужчин, что девочка, в общем, не девочка, а совсем история. А во-вторых, есть барьер, точно так же, как языковой барьер. Существует барьер перед изучением математики. Ну, с цифровой информационной грамотностями тут как раз то поле, на котором наши дети могут быть иногда и превосходят нас. Но в частности, это про факт-чекинг и про умение извлекать, отличать достоверную информацию от недостоверной. И в эпоху, как сейчас можно говорить, постправды, и в эпоху, когда алгоритмы подбирают нам информационный пузырь в интернете. Вот такие штуки классно обсуждают с ребенком, объясняют им, как это устроено. Я недавно наткнулась на фонд, который создал такой фонд этических, этический фонд, вообще бывший программист из Гугла создал фонд, который просвещает о том, какие есть алгоритмы. Вот мы когда в YouTube набираем ролик, да, и нам подсовывают похожие. Вот по какому принципу вот эти похожие подсовываются контенты, да, и он как раз говорит о том, что вот бы они некую просветительскую задачу решали таким образом, а не рекламу. Вот, ну, совершенно понятно, что как бы в YouTube, с одной стороны, есть свои цели монетизации, с другой стороны, вот этот этический момент создания алгоритма, вот, и классно об этом знать и обсуждать, и как бы, и самим. Вот, это было про программотность. Теперь про навыки. Вообще, пресловутых навыков 21 века великое множество, есть много разных моделей, 4К и 12 главных, и кто, как только, кто это не описывает. Я вот здесь выделила два, потому что мне кажется, что это те навыки, которые, не знаю, как бы у нас самих и у взрослых-то порой проседают, и классно уметь с детьми вместе их тоже развивать. Вот, и это как раз то самое наше общее поле, благодаря чему и как бы оно создается. Вот, если говорить про постановку цели. Вот, есть такая прекрасная книга Келли Маконнигл «Сила воли». И она рассказывает, с одной стороны она рассказывает, с другой стороны нейрофизиологи уже давно пришли к выводу о том, что цель, к которой мы идем, она должна нас вдохновлять. И что должно быть максимум дофаминовых мотиваций, движения вперед. И что вот эта вот история про то, что «Сила воли» — это когда вот ты прям себя вот так вот сжал, и уже ты не чувствуешь ничего, и только идешь вперед во что бы ты ни стало, она как бы уже не работает. То есть она и не физиологична, и приводит к погоранию, и, в общем, удовольствия мы от жизни не получаем, а сейчас как-то все больше и больше ценностей таких, что мы идем к счастью, мы хотим, чтобы нам было в наше сейчас. И вот история про постановку цели — это как раз то общее поле, в котором мы с детьми можем вместе двигаться и учиться ставить эти цели. И оценка результатов. Что здесь важно? Вы, наверное, слышали про такую модель как agile в менеджменте, да? То есть про возраст. Это про то, что мы движемся гипотезами. То есть когда мы начинаем какой-то проект, для нас цель — это не что-то вылет от такой бетонии, и что во что бы то ни стало нужно достигнуть, а это некое предположение о том, что мы идем вот к этому результату. И пока мы идем, мы понимаем, что вот та обратная связь от мира, которая нам приходит, вот она как раз и является этой ценностью. И когда мы доходим до предполагаемой точки, мы тогда смотрим, что у нас получилось, и меняем гипотезу цели. И такое вот движение и итерациям, это называется agile как принцип менеджмента, как принцип движения, движение гипотезы. У него там есть много разных особенностей. Но в целом эта модель, она, по сути дела, применима и к жизни. И вот кто-то на предыдущей дискуссии с Шаловой Александровичем задавал вопрос, а как быть с профориентацией? И вот что делать, если ребенку 11, и вот уже как будто бы пора об этом задумываться. И вот тут, мне кажется, и в профориентации, и в обучении это довольно сложно допустить, когда, например, у нас мальчик, и мальчику нужно поступить в институт, потому что если он в институт не поступит, то там будет армия, и это такие риски, которые надо страховать. Но вообще, чем раньше начинается вот это поле проб, чем раньше начинается вот это поле гипотез, которое мы можем ребенка отпустить и помочь вместе с ним оценить результат, тем как бы больше у него появляется своего собственного опыта, своих собственных выводов, к которым он приходит. У меня есть такая личная история про цель. И у меня дочь занималась телегой в зубах. Почему? Не знаю, почему, наверное, аниме. И в какой-то момент она ко мне приходит, говорит, я не пойду больше в спортшколу. И все, я закончу. Что случилось? А это седьмой, восьмой класс. Ну вот, мне кажется, я очень плохо занимаюсь. Я стала задавать вопросы, ну и, естественно, я спросила, какой цель ты идешь? Она говорит, я хочу стать олимпийским чемпионом. Я говорю, класс, отличная цель. А за какой срок? И оказалось, что в ее голове вот этот срок, это год, максимум два. Я, значит, рассказала ей про вот эту воронку, как готовятся олимпийские чемпионы, начиная от воровых историй, и как растет человек, в какой момент он становится олимпийским чемпионом, что это целый процесс, есть отборы, есть воронки и так далее. И она как бы так подумала и вернулась обратно на спорт. И я в этот момент, и с тех пор как-то мы с ней всегда обсуждали, и я понимаю, насколько это важно, и взрослому человеку тоже. То есть когда мы упираемся и хотим во что бы то ни стало решить какую-то задачу, забывая о том, зачем, какой цели мы идем, почему, и забывая о том, что эта цель, она может меняться. И как бы классно, и результаты, получаемые от процесса, тоже оцениваются с точки зрения, как мы ставили цель, к чему мы пришли, и как мы дальше можем двигаться. Вот, и через раз. И есть несколько курсов про как научиться учиться. Сейчас достаточно... Это Барбара Оклина в Курсере, это Рената Затулина в ее лаборатории в Young Lab. И вот эта вот история, когда мы создаем вот этот обучающий процесс вместе с ребенком. И как про это можно думать? Как вот думать через вот эту вот модель? Как мы учимся учиться? Значит, во-первых, как мы с вами уже обсудили, вдохновляющие цели. Инструменты. Что значит подходящие? Сейчас все больше и больше знаний о том, как устроена личность. Про то, что мы знаем, что мы аудиалы, визуалы или киноэстетики. Значит, мы информацию воспринимаем определенным образом. Кто-то лучше воспринимать с утра, кто-то вечером. Ну и так далее, и так далее. То есть мы подбираем себе инструменты, которые подходят именно нам и на которые нам комфортно опираться. Выстраиваем процесс. То есть классно понимать и отдавать себе отчет в том, что обучение – это некий процесс. То есть у него есть цель, и мы к нему как-то идем, и оно занимает время. Потому что не все, не всегда понимают, что вообще обучение, как изменение поведения – это некий протяженный временный процесс. И что у него бывают спады, у него бывают от обратной связи позитивные подъемы с этими барьерами, которые возникают. Нужно уметь работать и классно отмечать результаты, которых мы достигаем. Про барьеры. В связи с тем, что опять-таки наши прекрасные ученые, которые изучают мозг, очень интересно посмотреть на привычные нам мифы про лень, прокрастинацию и отсутствие мотивации. Опять-таки обращусь к Эле Магонигал про силу воли, и есть прекрасная Екатерина Поливанова из высшей школы экономики, которая про внутреннюю и внешнюю мотивацию отлично рассказывает в интервью. История про лень, идея про то, что у ребенка может не быть мотивации, почему-то идти, такая немножечко... Это уже коллеги говорят о том, что это не мотивация. И что ситуация, когда сложно решать ребенку или нам, и взрослым самим, сложно решать какую-то задачу, чаще всего причина заключается в том, что у нас либо у самих мало ресурса, либо это слишком сложная задача, мы это не умеем делать, либо ребенку или нам слишком страшно, и нужно снять некий психологический барьер. Либо цель, которую мы ставили в начале, стала как-то на момент уже неактуальной. И когда мы видим такой барьер, который создает прям ступор, здорово просеять ситуацию через вот эти у нас профильтры. Ну и праздновать результаты, это тоже такая... Отмечать то, что у нас получилось, и на основании сделанных выводов ставить новые цели, это то, что мы тоже обычно забываем, но классный выком. Вот здесь я бы, наверное, хотела остановиться, да, и чуть-чуть подытожить. То есть мы с вами сказали о чем? Что есть некий социальный котец, да, в котором как будто бы от личности требуется определенное... Есть определенное ожидание от личности, что она должна уметь. Есть определенные грамотности, есть определенные навыки, да, которым здорово учиться. И здорово уметь учиться. И вот здесь я хотела бы, наверное, послушать вас. Вот насколько для вас в семье вот этот вот контекст, как вы лично закладываете фундамент своим детям, как вы их админируете на обучение, что вы им говорите, какие посылы транслируете, то есть в чем ваша роль как родителей, которые закладывают вот эти вот основы. Расскажите, пожалуйста. Ну тут про математику упомянули. Вот с математикой действительно проблема. То есть я, например, не могу действительно показать необходимость вообще всех этих заданий, вниканий. Я сам, в принципе, несколько, что там не любил математику. Нормально все с ней было. Но в наше время мы как-то не задумывались, там хочешь, не хочешь, надо, не надо. То есть делаешь, и делаешь. А сейчас вот действительно вот ребенку, в общем-то, я не могу вас мотивировать, на то, чтобы он 12-летний, потому что она действительно в целесообразности. То есть я понимаю, что это не лень, это просто отсутствие целесообразности. Вот. И, собственно говоря, там, где нет проблем, ну там и нет проблем чего-то как бы об этом говорить. Как бы, ну, мотивируется, может быть, я каким-то примером, может, там, жена, может быть, там, как-то, в общем, она как-то самомотивируется. Даже не могу сформулировать. А где есть проблемы, я могу четко сказать. Вот, например, с математикой, да, вот как вот смотивировать ребенка и вот эту вот целью ей показать. Ежегодно сучит программу, надо выполнять, и нужно каким-то образом вот этот барьер преодолевать. А зачем, а в чем, в какой момент возникает проблема? Ну, вот, не учат математику в школе? Да, мы, собственно, там, с домашним заданием можем, как родители сталкиваются, что там, домашнее задание, делать, собственно говоря, там, ну, откладывание, программа, истанация, собственно, откладывание, откладывание, потом в 12 часов ночи, там, лихорадочное что-то. Ну, это, я думаю, стандартный стиль, вот, естественно, там, это от отвлечения на всякие вот эти ресурсы, там, сетевые и прочее, то есть, там, я, конечно, меня же это много от учителя зависит, как вот, что, ну, опять-таки, где взять других-то учителей? Учителя, вот, как и есть, так и есть. Если учитель хороший может влюбить себя и заразить предметом, по-моему, оппоненту, что тут мне ничего делать не надо, ребенок и так будет стараться, там, и смотивирован, и так далее, вот, а так-то, собственно, не секрет, что, так же, в стандартной российской школе, там, в общем, в большом счете проблемы с учителями. Вот, и, я как-то тоже, ну, лично я все время учусь, и мне нравится учиться. Но, опять-таки, вот этот образ, то, что вы говорите, ну, что вот, ну, не выгоди, а мистический педагог, вообще, мог долго мне рассказать, что главное сформировать образ. То есть, вот, я считаю, что я образ достаточно четко транслирую, потому что сам я всегда люблю, чем-то новым, я, в принципе, ну, очень быстро надоедаю, то есть, у меня другая проблема, я, когда вот что-то хорошо умею, мне это уже скучно становится. Мне нужно постоянно сотрясовать что-то новое, и работать с какой-то новой информацией, с новым аналогом. Вот, и как это ребенка передать? Ну, вот, конкретно, про 12-летние дочки, пока вот, непонятно, если вы кинете это. Ну, у меня первая мысль возникает, обычно, в 12 еще, по-моему, работают ролевые модели, ну, то есть, если мы, хотя я никогда так не делала, на самом деле, и мне кажется, что это не очень полезно, ну, во-первых, математика может не нравиться по каким-то причинам, ну, то есть, действительно, педагог, или что-то такое, или ребенок мог пропустить какое-то количество занятий, уже не догонять то, что происходит, и просто такое бессилие испытывать за того, что, ну, я все равно уже все пропустили, конечно. Другое, то есть, здесь она ничего не пропустила, здесь прямо конкретно, вот, прямо отсутствие всякой внимательности, ты говоришь, там, два плюс два, да, и человек не хочет, там, хоть немного сконцентрироваться, чтобы там вообще, блин, может быть, жена там избаловалась, слишком много с ней делала, там, этих заданий. Иногда помогает найти область практического применения, то есть, зачем все это? Я помню, у меня была дискуссия с дочерью, я вообще никогда не следила за отметками дочери, я как-то вот, после начальной школы приняла решение, что учеба – это ее ответственность, мы с ней говорили, что она сама с этим разбирается, и я хожу в школу, только если меня зовут, зачем ты, если я за чем-то могу. Вот, я в этом смысле вообще радикально поступила, потому что, мне казалось, что правильно так. и я помню, что был у нас конфликт с учителями, которые сказали, а зачем, в смысле, ваша дочь дерзит, и при чем это заключается. Она спрашивает, зачем мне физика? Я говорю, у вас был прекрасный шанс замотивировать ребенка учить физику, в смысле это делать, ну, то есть, будто бы классно обсудить или с учителем, ну, то есть, подняться на уровень лучше и понять, зачем вообще вся эта история, и честно решить там, либо это социальный контракт, условно, для того, чтобы знать, что это не было. У нас даже самый муракер. Для того, чтобы это не было. Математическая грамотность это сложно. И тогда, либо это некая договоренность о том, что мы идем к такому результату, хочешь не хочешь, а надо, потому что югей, либо в попытках разбудить интерес, ну, то есть, это же про интерес и про прикладную какую-то историю, да. Математика, это про шахматы, это про игру в бою, это про то, как устроены сервисы, это про то, про анализ данных, это много про что, и можно попробовать в дискуссии вот об этом завязывать и как-то посмотреть, а почему вообще лежит душа. Ну, вообще, обычно доверительный разговор, не знаю, мне кажется, что просто доверительный разговор за тем, а что случилось, без вот, когда вот уходят все эти иголки и результатные истории, то обычно это становится понятно. вот тут вот как раз упомянули про кризис образования, то есть, на самом деле, я вижу, вот я, так как у меня сама уверенность такой, что, в принципе, действительно, я не вижу целесообразности современного образования, то есть, действительно, очень много не нужно, очень много лишнего, очень много не так дается, и, так как раньше мы это не обсуждали, программа есть, надо все, как бы, иначе двор не попадешь работать, то тут они, все это витает в воздухе, они понимают, что теперь же они ценность, и теперь они выбирают, и, то есть, с одной стороны, вроде как выбирают, а с другой стороны их обязывают, и нас обязывают родители. То есть, как вот в этом кризисе выживать и лавировать? Ну, у меня вот первая мысль, которая возникает, мы, например, с дочерью всегда обсуждали, что школа это некий, ну, мы всегда обсуждали, зачем школа, мы поменяли четыре формы обучения, государственная началка, потом семейное обучение, потом частное, среднее, и экстернат старше 10-й, 10-й класса. Вот, и сначала, ну, здесь советская школа, советская, забрала ее я, а в частную попросилась она сама, то есть, она попросилась, потому что, мне были нужны люди, рядом с которыми я могу что-то делать, то есть, она такая оказалась социальная, то есть, семейная форма ее вообще не поменялась, а потом, в какой-то момент возник конфликт, и из этой школы она уходила в экстернат, потому что хотела, ну, она уже решила, куда она будет поступать, и просто, чтобы не тратить время на всякое, что не ведет ее к ЕГЭ, она уже просто целенаправленно готовилась к ЕГЭ, и вот за эти, я как-то обобщила этот опыт, я подумала, что родитель это такой продюсер обучения своего ребенка, то есть, он, по сути, подбирает ребенку возможности, как конструктор, ну, понятно, есть допка, да, дополнительное образование, где, по сути, мне кажется, как раз и происходит основное обучение, потому что это та самая гуманистическая педагогика, это та самая индивидуальная, потому что, кажется, школа пока не очень способна организовать вот эту самую индивидуальную маршрут, подстроить педагогику, так далее, так далее, когда педагогику платят тысяч человек, ну, и вот это все остальные наши кризисные сложные моменты, вот, и в какой-то момент, в общем, мы с дочерью так и обсудили, что школа это некий твой долг обществу, то есть, ну, ты должна сдать ЕГЭ, иначе не поступишь в институт, ты вот хочешь, вышел, а у меня все так, я думаю, сдать ЕГЭ, значит, сдать ЕГЭ, нужно было учиться, ну, и это было прямо честно, правильно сказано, инфицировано. При этом нам тот же самый уважаемый Аузан говорит, что, в общем-то, высшее образование скоро отомрет, потому что будет получение непосредственно предприятий, определенному науку, и так далее. То есть, как это, во всем этом, когда, с одной стороны, мало информации, говорит, что все это ерунда, с другой стороны, обязательно программа ЕГЭ, на которую надо очень много усиливать, то есть, ну, как у меня старшая дочка хорошо читала ЕГЭ, это как бы слабо, это огромное психологическое, но будет прекрасно. Понимаем, прекрасно, но уже было всего неприятно. Нас поддерживают. На самом деле, мы даже можем разбирать кейсы такие, то есть, периодически, просто, случайным образом, включаем кого-нибудь из влайн-участников. У них там семья, какой-то кейс по-любому будет происходить, попробуем разбирать. Ну, и вот мне хочется подчеркнуть вот эту мысль о том, что мы, на нас родители, в этом смысле ложится такая дополнительная нагрузка определять, о чему мы, собственно, хотим научить своих детей. И очень здорово, что мы уже понимаем, что школа, как система, которая вот сейчас существует, она там тихонечко как-то пытается трансформироваться, да, мы очень много там видим сейчас, я знаю, что в Калининграде уже софт-скиллы там интегрировали в той или иной степени в обучающей программе, там еще что-то происходит, но оно происходит все медленно. И в этом смысле на нас, на родителей ложится эта ответственность по выбору того, чему учить детей, да, и вот когда, и почему мне хочется вот эту историю тоже распространять про то, как научиться учиться по-хорошему, как бы классно вместе с ребенком рефлексировать вот эту историю в подростковом возрасте, когда не упортиз, уже там потихонечку начинает, значит, поднимает голову, что называется, да, и уже появляется там четкое мышление, способность к волевым действиям и так далее, и так далее, да, вот в этот момент как будто бы нам, родителям, классно вместе с детьми рефлексировать вот эту модель, а как мы учимся. Ну и мне кажется, что вот это честно, ну, то есть вот эта честность в диалоге, которая присутствует, когда мы говорим, ну да, ну, то есть я иногда говорила, что, ну, твой учитель неправ, потому что педагоги все меньше становятся носителем уникальной экспертизы, просто они этого еще, к сожалению, не все понимают, да, и как бы и да, ребенок будет выбирать иногда предметы, которые ему нравятся, он выбирает, потому что педагог более классно объясняет, более ясный, более приятный, более похож на ролевую модель для этого ребенка и так далее, вот, но прелесть понимания, что мы учимся в течение всей жизни, в общем, в этом и заключается, что, ну, как, сегодня, да, я там не доделала, не доучилась, я не знаю, а через 15 лет я вспомню, мне это понадобится, я пошла учиться, ну, да, это уже будет, может быть, чуть-чуть тяжелее, потому что, ну, хотя говорят, что там до 45 еще нормально там с нейровосстановлением, да, ну, времени может быть меньше будет, но в целом, как бы, нет такого, что, ну, вот, если ты не выучил английский, то, ну, 15 лет, то все, ты его никогда не выучишь, то есть, может быть, бог с ней, с математикой, то есть, ну, не хватит, в какой-то момент заходит, вот, ну, еще там есть такая история интересная, как дать ребенку прочувствовать последствия своих выборов, то есть, да, вот, у них много, много нужно, то есть, вообще, принятие решений, это тоже отдельный навык, которому классно учить, а парадокс заключается в том, что, когда мы учим принимать решения, мы в этот момент должны отойти и дать ребенку принять решение и ощутить последствия того, что происходит, так что, может быть, нужно, чтобы там как-то в какой-то момент обратно связью, и это, как правило, лучше всего объясняет, зачем нам что-то нужно. Может быть, у кого-то еще вот есть какая-то обратная связь на как научить ребенка учиться, зачем это нужно и как это делаете вы со своими детьми? Давайте я, мы с мужем учимся в инвестраторе и мы любим учиться, мы не знаем, мы постоянно ищем какие-нибудь курсы и дети во всем этом растут, они слышат, как мы за обедом обсуждаем, как мы подключаемся онлайн, как мы что-то выбираем, каких-то конкурсов участвуем, и в связи с тем, что они в этом всем растут, оно для них будет близким и каким-то понятным и будут копировать нашу модель, мы делаем так. Возможно, мы понимаем, что есть еще какие-то способы научить их учиться, но пока мы делаем только это, мы пришли сюда за тем, чтобы узнать, как еще можно это делать. Класс. Мы любим учиться, ищем. И самое главное, когда вы, как ролевая модель, представляете собой, но у вас, конечно, тут какой-то совершенно идеальный, мне кажется, у нас должно быть все наоборот. Что, что я вам рассказываю, мне кажется, что вы как раз на своей жизни думаете, как я вам рассказываю. Мы так делаем и стараемся. Но не все получается, пока много чего, хочется еще копать, всплывает постоянно все новое, расширяется область незнания, чем больше мы... А вот это интересно про область незнания. Как вы с этим справляетесь? Это очень тяжело. Чем больше начинаешь копать, тем больше понимаешь, насколько много всего ты не знаешь. И постоянно ищем, постоянно учимся. Только так, только двигаться вперед, потому что останавливаться мы уже не умеем. Какое-то постоянное движение. Мы стараемся, но не все получается. В качестве завершающего такого тезиса, приземляя все, что мы с вами обсудили до этого, я выделила такие три основных принципа, наверное, обучения. Как закладывать основу обучения в течение всей жизни в семье. Здорово рефлексировать процессы как обучающие. Что это значит? Здорово отдавать себе отчет, когда мы находимся в процессе, который мы не знаем, как устроено. И мы не знаем, как делать. Потому что в этот момент у нас есть два параллельных трека. Один, мы получаем новую информацию, второй, мы ее как-то обрабатываем и понимаем, куда мы движемся. И вот эта рефлексия, когда приходит ребенок и говорит, я не хочу, я не могу, я больше устала и вообще уберите это от меня. Здорово напоминать о том, что это новый процесс, в котором ты не знаешь еще, как это устроено. И в этом смысле для тебя этот процесс может быть тяжелее. Самому взрослому в тот момент, когда, например, он срывается в коммуникации с подростком, у него не хватает сил на что-то. Здорово отдавать себе отчет, что, например, он первый раз родитель подростка. И вообще нас никто не учил быть родителями. А уж многодетным родителям вообще не понимаю, как они справляются. Второй момент это культура отношения к ошибке. Я, например, полный продукт советской школы и пятый год в терапии выкапываю из себя страх ошибки, страх новых ситуаций. А с годами это еще превращается в то, что я перестаю идти в новые ситуации просто из-за того, что я там опасаюсь каких-то сложностей. То есть, если по молодости это было такое лихое адреналиновое, а пофиг и прыгаешь просто и все. А с возрастом это еще я, получается, закрываю от себя пути развития. И вот эта любопытная история изменения отношений к возможным неудачам, я вижу, что вам в целом можно глубоко не объяснять, вы прекрасно это понимаете в контексте особенно гимнастической педагогии. здорово уметь вокруг этих точек обсуждать с ребенком какие как можно преодолевать сложности и не давать ему оценку при этом не давать оценку ему, не давать оценку себе и так далее. Ну и отправной точкой обсуждения обучения конечно же в первую очередь это история про дискуссии как раз та самая рефлексия когда мы смотрим на некий процесс как на обучающий мы смотрим на человека мы смотрим фильм мы обсуждаем книгу обсуждаем жизненную ситуацию и это как раз тот материал на котором в общем можно рефлексировать и обсуждать эти истории у меня наверное все мне хотелось бы уточнить вот вы с какими-то ожиданиями наверное приходили вам наверное что-то было интересно узнать или услышать или поделиться чем-то остались ли какие-то вопросы что-то неясное или может быть это вообще все было не про то а вам хотелось про другое можно пару слов об этом в целом учиться надо и полезно новые связи в мозгу формируется тем более новые знания физического и химического уровня но то что вы рассказали да в принципе в целом у меня сложная ситуация у меня трое детей у всех разная особенность у меня сложная тема вот обучаются они все по-разному одно подходит государственная школа а другое семейное обучение третий частной школы учиться вот и все это очень индивидуально у всех сколько людей столько и траектории мне кажется родитель действительно должен в первую очередь прислушиваться к ребенку понимать что от него надо хотелось да понять как как вот какие-то может быть инструменты может подскажете какие фильмы действительно посмотреть с детьми как помочь им сориентироваться вывести их на это понимание как ставить себе цель в принципе вот у меня была очень хорошая динамика со средней дочкой которой я прямо сильно страдала первый класс отзабочилась что она ненавидит школу и я думала что это вообще просто катастрофа потому что сама в образовании в принципе неожиданный сценарий для меня вот и у нее была прям серьезная травма действительно от педагогов очень много зависит потому что бывают такие тонкие натуры которые легко травмировать вот сейчас слава богу уже все хорошо она занимается витуально семейное обучение гей педагог опять же выстроил то есть это как бы не все вещи может родитель сделать для каких-то историй вот так же как древниди брахман отдавал своего ребенка на обучение другому человеку то есть не все должен делать родитель должна быть другая страна которая по идее и должна помогать потому что родители должны получать любовь защиту и такой как бы тыл защиту поддержку и безграничную любовь вот мне кажется должен быть вот этот союзник которому ребенок доверяет который помогает ему выстраивать такие карьерные истории но на родителя конечно надо смотреть как он занимается чем занимается и действительно в каком смысле думаю что я выполняю для нее эту роль потому что общаясь с этим педагогом с которым она занимается я заметила ну точнее она мне рассказала что она выстроила ей лестницу такую нарисовал ей лестницу то есть лайфхак нарисовал лесенку нарисовал ее на основании этой лестницы вот так человечка нарисовала внизу и нарисовала наверху лестницы и сказала каждый шаг каждый раз когда ты учишься ты движешься наверх нарисуй себя в конце лестницы вот но этот лайфхак который с ней вот именно с моим сложным ребенком который ненавидел жголку итогом первого класса он сработает она в принципе нарисовала себя то есть нарисовала себя человеком закончившим университет уже в шапочке так вот конференадочке то есть у нее какая-то выстроилась такая мотивация что теперь я вижу что она и уроки делает сама и готовится и очень ответственно ко всему относится то есть казалось что ситуация безнадежная то есть я прямо не знала харакири готова была сделать себе потому что думала что ну вообще что это такое почему что я делаю не так а мне просто не было опыта в нашем детстве мы приходили в школу нас в принципе учились с нуля а сейчас мы живем как дети советского периода мы живем в неадекватном ожидании с неадекватным ожиданием если руководствуемся своим опытом когда нас отдавали в школу там в принципе с нуля и готовили даже говорили не учить ребенка чтобы неправильно его случайно не научить потому что не так руку поставишь так не так еще что-то сделаешь ну раньше была такая установка а сейчас немножечко другая ситуация должен ребенка уже подготовлен в школу внести то есть я ребенка немножечко неправильно скажем так может быть это моя была на начальном этапе что она пришла в школу учиться а уже не была научена всему вот в общем я увидела что очень позитивно действуют именно вот эти вот софт-скиллы когда ребенку сначала нарисуют ее потом рисуют ее в конце и очень интересно мне преподавательница сказала что дочка у меня первые несколько ступенек они были все с кровопотеками да преподавательница говорит что это вообще такое ужасно неужели такая боль на развитие что или я на тебе травму нашел нет это вы знаете мне сначала было так тяжело учиться я прямо так каждая ступенька это давалось с такой кровью волю и в общем вот сейчас на этом этапе появились вы и вот теперь мне нравится то есть она говорит лучше благодарности я в жизни не видела теперь у них прям такой тандем любовь это какой класс у нее сейчас третий класс здорово чтобы нашли такое решение да просто мне кажется что все-таки родитель не может брать все на себя в каком-то смысле он должен что-то ну вот как бы помогать ребенку находить правильные контакты каких-то друзей союзников наставников вот даже сейчас мне тоже сказали я задавал вопрос о конкуренции трех детей тоже сложная тема вот из того что на мне завязано все вся конкуренция не участвует в этом процессе ни старшая сестра ни папа никто из-за этого и идет вот это вот скажем так на одном человеке ну сложное распределение поэтому должен должны быть еще участники этого процесса соответственно создавать услуги чтобы детей было куда направить где им подскажут и создадут им дружественную образом помогут составить вот эту траекторию поэтому мне очень нравится то что здесь происходит мне кажется оно как раз спасибо вам большое родитель как продюсер образовательной среды как человек который понимает как находить и как подключать вот эти вот кусочки мира которые полезны еще ребенку где есть поддерживающие поддерживающие те кто носитель знания да продюсеры или там трекеры или люди которые спасибо вам большое за участие в этом эксперименте за то что вы выделили время надеюсь было интересно и спасибо нашим зрителям спасибо большое спасибо обновите ссылочки видео а то вы так говорите наверное почты потому что у меня есть на самом деле и список фильмов которые